МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высаживали красивый можжевельник стриктова рейгата. И с годами приходит разочарование от его неопрятного вида. Чем старше становится этот можжевельник, тем более неопрятным становится его внешний вид. Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове. И сегодня хочу вам рассказать о можжевельнике, который есть на нашем участке, который есть на соседских участках у наших соседей. Тот, который принес мне разочарование. И не только мне. Покажу все можжевельники стрикта, которые растут в разных садах, ухаживаются разными руками, разными садовниками, и имеют одинаково неопрятный, это мягко сказать, вид. Вот, друзья, сейчас хочу вам немножечко приоткрыть крону этого можжевельника и показать, какой он внутри сухой. В первые годы, когда он был еще не такой взрослый, серединка была замечательная. С каждым годом все больше и больше внутри засыхало хвоинок, за счет того, что крона этого можжевельника очень плотная, и туда очень плохо проникает солнечный свет. За счет этого хвоинки отмирают, и, естественно, внешний вид становится неприглядным. Но вы бы сказали, ну и что, это в середине, все закрыто зеленой хвоей, да еще и какой зеленой. У можжевельника стрикта варигата невероятно красивые кончики желтые. Вот сейчас, август месяц, у них насыщенный красивый цвет. Всегда этот можжевельник был невероятно нарядным. Еще в прошлом году в одном из видео я показывала этот можжевельник, восхищалась им. Он действительно красивый, нарядный. Вот эти желтые вкрапления, они придают действительно нарядность этому можжевельнику. Но в этом году взрослый этот можжевельник сначала плохо вышел из зимы. Все вот эти желтые приросты засохли. Вот, друзья, я не убирала специально, чтобы оставить вам. И вот сейчас мы снимаем видео, хочу вам показать. Вот именно вот эти засохшие веточки, это были вот такие желтые веточки этого можжевельника. Эта варигатность его вся засохла. Сделала я стрижку, когда делала стрижку всем хвойным растениям. По времени это было начало июня месяца, конец мая. Все было по очереди, как мы осиливали работу в саду. Все мы состригли. Новые приросты пошли, и они со временем скрыли вот эти засохшие веточки. Несомненно, все эти засохшие веточки нужно обрезать для того, чтобы был опрятный вид у этого можжевельника. Огромное количество имеется можжевельников и хвойных растений, которые в разы менее уходны, чем вот этот красавчик, можжевельник стриктова регата. Или же его аналог, можжевельник стрикта. Ведут себя они абсолютно идентично. Уход одинаково сложный и за этим экземпляром, и за обычным можжевельником стрикта. Мы сейчас еще подойдем к нему. Вы спросите, зачем же, Светлана, ты покупала такой проблемный можжевельник? Так вот, когда я его покупала вот таким маленьким, красивым, нежным, вот таким с вкраплениями светлыми экземпляром, я еще не знала, что впоследствии, вырастая, он создаст мне такие проблемы. Сейчас, когда я уже вооружена опытом соседей по даче, конечно, я понимаю, что я совершила большую ошибку. Можно было посадить сюда менее проблемный экземпляр и любоваться им. Ведь огромное количество работы в саду для того, чтобы сад был в порядке, чтобы все было сочным, зеленым. И не хочется дополнительно тратить свои силы и время для того, чтобы ухаживать за такими можжевельниками. Вот открываешь, чистишь, стрижешь, друзья, ну и в результате все равно получишь взрослое растение с местами, где будут проглядывать вот эти вот ржавые пятна. Ну вот будем мы сегодня, видео у нас сборное, будем ходить по нашим соседям по даче, показывать все стрикты, которые растут у них, чтобы вам стало понятно. Маленькие, большие, очень большие экземпляры. У всех видна вот эта неопрятность внутри. Посмотрите, какие голубые, красивые, эффектно смотрятся, да? И теперь, Вадик, подходи в серединку. Не влезу. Посмотрите, друзья. Посмотрите, вот так внутри выглядит можжевельник стрикта. Мы показываем вам можжевельники в разных садах и в нашем, и вот у всех наших возможных соседей, у кого растут эти можжевельники. Для того, чтобы вы понимали, что вот это случается с можжевельником не от того, что кто-то из хозяев своего экземпляра ухаживает за ним неправильно. Это такая у них особенность. Очень плотная крона. Колючая. И плохо внутрь попадает солнечный свет. Конечно же, все хвоинки, которые находятся внутри, они отмирают. Это особенность этого можжевельника. Он голубой, красивый, но вот внутри у него невероятно недекоративный вид. И чем взрослее он становится, тем более заметна будет середина. Вот такая рыжая, некрасивая. Взрослый экземпляр можжевельника стрикта. Растет у нашей соседки по даче. Много лет, и много лет о нас не мучается. Посмотрите. Неприглядный вид, недекоративный. Конечно же, он портит картину в этом цветнике, в ее саду. И уже в этом году терпение иссякло. Приняла решение, она будет убирать. Будут его отсюда выкорчевывать. Этому можжевельнику стрикта больше 15 лет. И несмотря на то, что мы осенью подстригали его у соседей, приросты есть. Но посмотрите, насколько видна вот эта отмершая хвоя, которая уже начала проглядывать из середины. И, друзья, вот посмотрите. Я сейчас открою. Посмотрите, какая там картина. Не совсем декоративна. Ну, не то, что не совсем. Совсем не декоративна. Даже если мы регулярно будем его стричь, середина все равно будет такая проблемная. Необходимо будет все время ее чистить. Вадик, зайди сюда. Здесь вообще страшный уголок. Покажешь, что здесь происходит. Вот, чтобы люди видели, какой вид приобретают растения через много-много лет. Это тень. Здесь совершенно нет солнца. И посмотрите, здесь и побегов нет зеленых. Здесь все полностью желтое. Здесь вырезаются ветки, чтобы они не мешали. Но для того, чтобы наросло все зеленым, ну, это, я не знаю, сколько усилий нужно приложить. В общем, здесь у нас заросли. Заросли. И все, что вы видите вверх, все желтое вверху. Начинаем с порции красоты. Не только о проблемах, но и о красоте в саду. Посмотрите, какие потрясающие флоксы у нашей соседки Ольги Петровны. Сейчас посмотрим еще необыкновенные цветы необыкновенного размера. В одном из видео мы уже показывали, только-только начинал распускать свои соцветия гибискус травянистый. Посмотрите, посмотрите на это очарование. Какая прелесть. Огромные цветы, огромные. И вот эти невероятно красивый, эффектный, очень куст. А теперь о проблемах. Этому можжевельнику стрикто более 15 лет. Растет он здесь сейчас в ажурной тени дерева сумах. Низ у него практически не освещается солнцем вообще никогда. И посмотрите, полностью желтая вся хвоя. Вот нашей соседке приходится оголять нижние стволы, для того, чтобы более декоративным был внешний вид этого можжевельника. Но все же достичь полного идеала невозможно. Потому что из-за того, что очень густая, как я уже говорила, у него хвоя, внутри она желтеет. И вот видите, несмотря на то, что сизо-голубая хвоя, красивая. Четвертый сад показываем вам, чтобы вы увидели, насколько эти можжевельники могут создать проблему разным хозяевам. Хороший уход, но все же это его специфика. Более молодой, красивый, визуально очень аккуратный можжевельник. Но такое только в молодом возрасте, друзья. Вот мы сейчас разговаривали с нашей соседкой Ольгой Петровной. Она подтвердила мои слова. В маленьком возрасте красивый, пушистый. Как только можжевельник становится старше, все более неопрятной становится его середина. И больше вот этой желтизны по побегам со временем образуется. Поэтому показываем вам, для того, чтобы вы понимали, что из всех можжевельников, которые растут и у нас, и у наших соседей, у этого проблемы. Экземпляр немного постарше. Внутри желтый. И сложность его очистки состоит в том, что он очень колючий. Вот если вам захочется все же привести его в порядок, вам придется облачиться в рукавицы, которые... До локтей. И невозможно не проколоть. До ушей, Ольга Петровна, не до локтей. Невозможно проколоть. Друзья, зачем вам это надо? Огромное количество красивых можжевельников, которые мягкие, нежные, красиво формируются. Огромное количество красивых той, которые с успехом могут заменить можжевельник стрихта. Вот, друзья, молодой экземпляр. Можжевельник стрихта. Весной делала обрезку, формирующую, красивую. Сделала его поуже, чтобы в этом месте он у меня был более компактный. Зеленый был, весь при ростах замечательно. Но, посмотрите, идет интенсивное внутри отмирание хвои. Этот можжевельник стоит у нас не на виду. Ну вот, и очень замечательно, что его скрывает той осморакт, что акценты здесь немного другие. Вот здесь у нас еще одна той осморакт. Еще можжевельник высокий, это обычный хиберника. Ну вот, посмотрите, вот даже можжевельник хиберника совершенно обыкновенный. У него внутри и есть хвой немного отмерший, но настолько компактная крона. Ты уже убрал, да? Вот я покажу. Смотрите. Настолько есть, но настолько компактная крона, что этого совершенно не видно. А у стрихты все проглядывает. Все проглядывает изнутри. Сейчас, уже имея некоторый опыт в создании своего сада, опыт выращивания огромного количества хвойных в нашем саду, я бы, если бы увидела этот экземпляр в садовом центре, я бы обошла его стороной. Колючий! Да еще и вот такие проблемы мне создают. Уже если и хочется иметь в саду можжевельник с голубым оттенком, замечательный вариант – можжевельник Мунглоу. Самый голубой. Красавчик! Можжевельник Блуару. Голубой красавчик. Посмотрите, раскрываю крону. Честенькая, аккуратная, красивая. Ничего такого неопрятного нет. Зачем нам усложнять себе жизнь, друзья? Еще один голубой, красивый, беспроблемный. Блуару. Друзья, сегодня решила поделиться с вами опытом, чтобы вы не совершали таких ошибок, которые в свое время совершила я по незнанию, не имея никакого опыта. Десять раз подумайте. Десять раз подумайте, когда вы будете приобретать можжевельник стрикта. Самое неопрятное внутри него крона. Другие можжевельники гораздо эффектнее и совершенно не требующие дополнительного внимания. Вот возьмем Блуару. Кормить, поить, поливать, как все хвойные в вашем саду. Подстричь, чтобы была аккуратная форма. Можно какую-то необычную форму сделать. И все. Но вот этих дополнительных усилий никаких. Единственный вариант, я подумала, что можно сделать с можжевельником стрикта варигата. Давайте, пойдем сюда. Это, знаете, на начальном пути, когда он еще молоденький, возможно сделать какой-нибудь неваки, чтобы оголенные были стволы, чтобы шапки были. Но это уже, если у вас есть опыт. Тогда можно избавиться от вот этой внутри засовшей хвои. Тогда у вас будут отдельные шапочки хвойного растения. Может быть. Но я не пробовала. Друзья, желаю, чтобы все ваши хвойные выглядели очень декоративно, красиво, опрятно. Чтобы внешний вид всегда их радовал вас. Чтобы уход за вашими хвойными не требовал дополнительных ваших усилий. Чтобы у вас было больше времени наслаждаться вашим садом, растениями, которые растут в саду. Вам желаем вдохновения в этом. Если вам нравится наше видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Нам это очень-очень приятно. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А нашим подписчикам хочу сказать отдельное огромное спасибо. Все ваши комментарии стараемся читать. Не всегда получается на все отвечать. К сожалению, времени не очень много. Но нам невероятно приятно читать ваши добрые слова. Ваши советы очень часто даете. Многие советы мы уже стали использовать в своем саду. Спасибо вам огромное-огромное. Вам желаем вдохновения в создании ваших красивых садов. Не забывайте, что у нас есть второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусная тема». Быстрые, красивые, вкусные рецепты мы вам готовим. Мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале «Сад Света Светланы». Всем пока-пока! Что ты мне принесла? Орешки! Это орешки! Это у нас уже фундук созревает. Да? Ух ты! Здорово! А его можно есть? Да, сейчас дедушка расколет и будем кушать. Очень сложности расколь Lynn Чтобы мужа